Шквальный ветер рыбаку не помеха, а также как минусовая температура и колючий снег, летящий в лицо. Главное потеплее одеться, не забыть дома удочки, снасти и наживку. И можно смело отправляться на чемпионат Мурманской области по зимней ловле. Любители порыбачить в экстремальных условиях собрались на Верхнетуломском водохранилище. Несколько часов на льду дались рыболовам совсем непросто. Подлёдная рыбалка – одно из самых популярных занятий в Мурманской области зимой. Рыболовы, профессионалы и любители порой проезжают сотни километров на своих авто для того, чтобы несколько часов посидеть у проруби с удочкой. Мы с радостью поддержали данное мероприятие, потому что для Мурманской области это является ключевой отраслью. И мы считаем, что подводный лов рыбы является некоторой изюминкой Кольцкого полуострова. Естественно, что для таких путешествий нужна серьёзная подготовка, начиная от снастей и заканчивая автомобилем. Ведь бездорожье за полярных рыбных мест выдержит далеко не каждый железный конь. В сегодняшнем мероприятии мы выступаем в качестве демонстрации своих автомобилей, поскольку охота и рыбалка – это активный вид отдыха. И зачастую связан с тем, что трудно добраться до места, где происходит этот отдых. В линейке Митсубиши есть и автомобили, которые позволяют доехать до этих мест. Кроме того, думать рыболовам приходится и о собственной безопасности. Нередки случаи, когда из неприятностей любителей рыбной ловли приходится вызволять спасателям. То толщину льда незадачливый рыбак не рассчитает, то заблудится. Однако в этот раз все возможные неприятности спасатели предусмотрели. Перед тем, как начать, конечно же, эту рыбалку, выезжали наши инспекторы ГИМС, обмеряли толщину льда, проверяли на его прочность. Также сегодня работают у нас здесь подразделения регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на снегоходе, обученные спасатели. Поэтому рыбалка безопасна, но и, как обычно, она захватывающая. Единственное, что рассчитать не удастся, наверное, никогда – это погода. И в этот раз она подкинула рыболовам неприятный сюрприз. Ветер на Верхнетуломском водохранилище был такой силой, что буквально валил с ног. Впрочем, сами рыбаки на ненастную погоду внимания не обращали. Посоревноваться с другими рыболовами приехал даже председатель комитета рыбохозяйственного комплекса Мурманской области Олег Заболоцкий. Вот сегодня мы с вами видим организацию спортивного любительского рыболовства на Верхнетуломском водохранилище. Ловим корюшку. От комитета рыбохозяйственного комплекса тоже мы представили свою команду из трех человек. Рыбалка пока не очень, ветер дует, сами видите, штормовое предупреждение. Но это не главное. Главное участие, главное, что рыбалка, это в первую очередь здоровье, хорошее настроение и бодрость духа. И вот, пожалуй, самые многоопытные и подготовленные рыбаки. Сегодня они запаслись даже палаткой. Но этот брезентовый тент не спасает от шквального ветра. Тем не менее, усердие стоит результат, а одна рыба сегодня уже есть. Удача, судя по всему, сегодня улыбается подготовленным. Не прошло и получаса с начала соревнований, как из лунки Владимира Познякова появилась первая для этой команды рыба. У меня удочки на сега стоят подо льдом сразу, а корюшка поглубже, естественно. До 35 метров. Ну вот сейчас мы сидим, под нами 33 метра глубины. К слову, водится на Верхнетуломском целых 4 вида рыб. Сик, налим, окунь и корюшка. Ловить можно как угодно. Среди запретов только наживка из креветки. Ну а на берегу замерзших рыболов ждали горячий чай и гречневая каша с тушенкой по фирменному рецепту спасателей. Не надо жалеть тушенки и рыбы. Открытый командный чемпионат по подлёдному лову «Туломская рыбалка» проводится впервые. Однако в будущем он может стать доброй традицией. На него начнут приезжать рыболовы не только со всей России, но и из ближнего зарубежья. Туризм всё больше и больше развивается. На самом деле перспективная точка роста для Мурманской области. Вообще как бы и для экономики Мурманской области, но и для развития, скажем, туристической направленности. Вот это событие первое для Мурманской области. Вот такой фестиваль, с которым мы, в принципе, планируем начать ряд событийных таких мероприятий по Мурманской области. Вот именно по зимней рыбалке сейчас у нас есть перспективы и проекты. Развивать в следующем году это более широко уже. И, может быть, включиться в программу праздника Севера. Достаточно большое количество участников было, несмотря на то, что погодные условия просто были ужасные, кошмарные. В связи с этим и улов был такой незначительный. Но те, кто поймали, они получили главный приз. Ловить нужно было на одну мормышку. Глубина была метров 20, где-то так, в среднем. Пяти метров друг от друга. Команды были из трех человек каждая. Ну и, конечно же, после хорошей рыбалки просто необходимо хорошо передохнуть. Пока рыболовы наслаждались фирменной кашей, для них на специально организованной площадке с песнями и танцами выступали фольклорные коллективы. Субтитры создавал DimaTorzok